всем снова здравствуйте мы продолжаем с вами финансы для маркетологов и сегодня мы начинаем большой блок основных метрик и кипяев основные метрики и кипяя мы с вами рассмотрим как те которые наиболее популярны в онлайне так и наиболее актуальные в оффлайне и что у нас будет сегодня наверное самый популярный кипя это пожизненная ценность клиента о нем говорят уже достаточно давно и не только относительно к онлайн бизнесу сегодня мы разберем его с вами поподробнее дальше в рамках курса у нас будет стоимость привлечения клиента или customer acquisition cost и обязательно мы с вами рассмотрим детальнее return on marketing investment или роми все возвратно маркетинговые инвестиции по сути это одно из производных от роай но то что именно концентрируется по маркетинговым инвестициям стоит отметить что lifetime value и customer acquisition они связаны друг с другом непосредственно потому что customer acquisition он сидит внутри и сильно влияет на то какой lifetime value мы с вами получим роми оценивает как раз именно то насколько эффективно мы привлекли клиента насколько эффективен был customer acquisition cost с точки зрения того как это все подрастило нам lifetime value итак начнем мы сегодня с вами с первого lifetime value пожизненная ценность клиента пожизненная ценность клиента известна нам достаточно давно первые упоминания ее были еще в советские годы и и сейчас мы с вами можем видеть разные итерации даже название этого кипяя то есть оно вот ltv lifetime value можно встретить и силы customer lifetime value то есть ltv но самое главное тут важно понимать суть ведь это по факту оценка финансовой ценности каждого конкретного клиента и задача здесь не только в том чтобы его оценить и сказать да он может нам много принести может а может и не принести то есть задача здесь уже на на сегодняшний день это предсказание того дохода который мы получим в рамках этих взаимоотношений а стоит ли его в принципе привлекать и удерживать стоит ли игра свеч и в какой момент нам нужно понять менять ли нам стратегию рекламы или отключать ее полностью или то куда мы идем это неверно сегодня lifetime value это чуть больше чем просто оценка финансовой ценности каждого клиента но из истории а сейчас вы можете ниже увидеть книгу с чего все начиналось это публикация английских экономистов и она была как раз проведена еще в восемьдесят восьмом году когда мы еще по сути жили в советском союзе там уже начиналась история о том как вообще оценивать клиентов с развитием вычислительных систем доступности данных уже у людей появилась возможность оценивать не просто какие-то опросники но и смотреть на то как люди покупают что они именно делают на после усиления конкуренции через развитие маркетинга рекламу то есть вопрос в данных и в том как оценивать людей куда и как верно тратить стал еще более более остро одним из тех кто продвигает lifetime value в россии является игорь ман и и он объясняет суть показателя такую что сколько вам принесет покупатель за свою жизнь но вопрос в том что за свою жизнь за всю свою жизнь или сейчас мы даже начинаем сужаться и говорить о том что за тот срок который мы мы наш продукт и клиент проживем вместе не обязательно за всю свою жизнь а в данном случае мы еще можем узко специализироваться на этом и игорь рассказывает о том какая есть простая логика и формула сколько лет мы будем взаимодействовать сколько заказов сделает клиент и какая средняя стоимость заказа у этого будет и для игоря мана он рассказывает в своих книгах и на выступлениях о том что в издательстве они так именно это и считают для меня это немного архаично это может подействовать если мы просто хотим поговорить о том насколько мы важны насколько люди важны для нас насколько клиенты важны для нас но на самом деле для принятия конкретных решений и принятия решений о том менять или нет идти туда или нет сколько и в какой канал вкладывать это уже не работает сейчас все не так просто даже в тех же цикличных отраслях которые есть все не так просто сейчас мы понимаем что чем сложнее lifetime value чем он кастомизирование именно под ваш сектор экономики бизнес под ваш сегмент потребителей тем он точнее тем он больше сэкономит вам денег а когда мы говорим о среднем и малом бизнесе не о том где вы можете разбрасываться миллионами вам важно выстреливать четче точнее а соответственно и нужно все кипяи строить более кастомизированы под ту ситуацию которая есть у вас итак мы продолжим про lifetime value продолжим про его эволюцию про эволюцию этого замечательного гибкого кипяя итак как мы уже говорили на в начале использование особо широко использовалось это в 90-х до двух тысяч десятых в цикличных отраслях экономики как легкий вариант когда считалась выручка сколько клиентам принесет денег в кассу и считалось среднее по больнице что вот есть тысячи людей они в целом покупают по 100 рублей брался какой-то некий средний покупатель итогу и смотрелся его lifetime до конца жизни потому что в цикличных отраслях экономики считалось что человек пришел и он каждый раз в течение своей жизни будет у нас покупать мебель икея это ли какая-то фармацевтическая продукция или что-то иное для чего он применялся он применялся для оценки общестратегической оценки каждого отдельного продукта ассортимента компании использовался в fmcg и фарме естественно первыми заказчиками по исследованиям такого рода были Procter & Gamble и Unilever и дальше потом потянулись остальные широко использовал он приобрел и в ритейле где нужно было оценивать людей которые приходят покупателей которые приходят в точки торговой со временем с развитием интернет торговли он превратился уже в более сложный кипя и сейчас это такая движимая субстанция это такой пластилин по которому вы не можете сказать что вот есть одно и то же один и тот же вариант использования расчета lifetime value который подходит ко всем основа у всех одна и та же но если вы хотите бить точнее тратить ваши деньги эффективнее вам придется адаптировать под себя строить этот пластилин под то как вы работаете на своем рынке и так сейчас уже усложненный считается contribution margin или прибыль без постоянных издержек выручка за вычетом то что вы потратили на привлечение на рекламу на промо активности которые есть для клиентов и на удержание здесь мы уже смотрим именно на ту маржу которую он нам приносит а не на всю выручку мы уже смотрим и пытаемся если усредняем то внутри конкретных сегментов сегментов потребителей которые нам приносят большую или меньшую часть выручки те которые покупают у нас низкомаржинальный продукт или высокомаржинальный мы можем делить их по когортам когорты могут делиться по времени или циклу потребления когорта новых потребителей у нее lifetime value будет такой когорта людей которые приходят например от какой-то определенной странички то есть мы понимаем что оттуда на этой страничке сидят люди которые возможно будут покупать у нас в будущем именно низкомаржинальные продукты соответственно мы говорим о том что есть вот когорта трафика который приходит к нам с сайтов который генерит нам покупателей потребителей с ориентиром на низкомаржинальное потребление то есть вы можете делить их как угодно до бесконечности пока не понимаете что эффективность от дробления теряется здесь мы переходим уже к усложненным показателям и самое главное различие это то что lifetime value смотрится уже с горизонтом принятия решений это уже не какая-то константа о том что некий человек принесет нам 100 рублей за всю свою жизнь здесь мы lifetime value начинаем считать и пересчитывать его в определенные периоды если у нас lifetime value условно год мы можем его пересчитывать раз в полгода и смотреть так изменился лишь изменился ли наш lifetime value через полгода от начала отношений с клиентом по сути 50% жизненного пути мы уже прошли если наш lifetime value равен то значит мы идем хорошим темпом если он выше надо посмотреть почему это такой best practice возможно были какие-то определенные моменты которые улучшили наш lifetime value их надо было или можно использовать в дальнейшем с остальными новыми потребителями то есть здесь lifetime value уже работает у нас как своего рода часы или измерение пульса мы их смотрим постоянно на то чтобы продолжать видеть ориентир а раньше это использовалось как просто финишная черта и для чего и где сейчас применяется в основном это тактическая оценка решений которые вы принимаете и возможности их изменения широкое использование это сейчас этот KPI в онлайне и в онлайн ритейле а также игровой индустрии но что и говорить все движется все идет и по сути и FMCG и фарма и ритейл все идут именно в такой усложненный lifetime value потому что с развитием доступности данных проработанности данных и вычислительных систем это стало доступно и для FMCG это позволяет экономить бюджеты и им а значит они туда придут и они уже идут туда особенно фарма почему я говорю особенно фарма мы здесь можем представить себе lifetime value то есть пожизненную ценность клиента в прямом в прямом именно контексте из-за высокой степени лояльности в фарме мы понимаем что привлекая клиента на возрасте 20-30 лет мы от него получим намного больше в дальнейшем очень сложно будет его переключить и здесь важно строить коммуникацию именно с 20 до 30 лет и то что эти ребята эта группа потребителей сейчас находится в онлайне для фарма очень важно их можно оценить и дальше с ними идти до конца а мы с вами продолжим дальше именно про сложный вариант тот который есть сейчас посмотрим какая формула есть сейчас итак lifetime value как и говорил ранее это гибкая формула где в числителе будет количество заказов которые к вам поступило за определенное количество времени средняя стоимость или drop size как мы говорили ранее всех этих заказов которые поступили к вам средний коэффициент прибыльности contribution margin который есть у вас с этих заказов и среднее время жизни с клиентом если вы оцениваете lifetime value на годовом уровне и у вас lifetime value равен год а все остальные показатели у вас есть ежемесячные то здесь average lifetime будет равняться 12 тем самым периодом или 12 месяцам итак мы берем всю эту массу мы берем все это общее количество заказов всех потребителей которые у нас есть и начинаем его делить удельно на одного человека если раньше мы могли делить на всех потребителей то сейчас мы понимаем что изначально мы начинаем дробить наших клиентов наших покупателей на группы то есть мы берем количество заказов в определенной группе среднюю стоимость в этой же определенной группе коэффициент прибыльности и среднее время с клиентом дальше по этим группам мы с вами уже можем сравнивать средний коэффициент который есть и именно так сплитовать наши группы среднюю стоимость и frequency количество заказов и частоту что мы начинаем делать дальше почему важно именно дробить lifetime value мы понимаем что если у нас есть количество заказов то мы работаем над увеличением частоты мы также можем работать над увеличением среднего чека или средней стоимости дропсайза заказа с точки зрения contribution margin мы работаем над прибыльностью продаж то есть иногда очень важно привлечь на старте а потом реклама уже дополнительно и нужна если мы видим что в какой-то промежуток времени в рамках нашего лайфтайма человек начинает забывать про наше приложение игру про наш продукт то важно понимать в какие моменты включать эту рекламу то есть если у него кривое забывание на каждые три месяца то раз в три месяца запускать эту рекламу не чаще чаще это выброшенные деньги на ветер здесь важно понимать что в рамках этого показателя внутри lifetime value мы начинаем работать именно над прибыльностью продаж здесь внутри как раз сидят customer acquisition cost и return on marketing investment которые мы рассмотрим с вами дальше в average lifetime мы работаем над удержанием здесь важно чтобы наш lifetime продлился тот период на который мы рассчитывали если это 12 месяцев он должен пройти 12 месяцев и внутри консюмеров мы работаем над численностью покупателей в группе то есть если это какой-то сегмент который нам наиболее интересен так и город который нам наиболее интересен мы работаем над тем чтобы была миграция из соседних групп именно туда и самое интересное что бывает только не определенные группы или определенный сегмент покупателей а определенная когорта выделенная нами по признаку тех же самых новых покупателей новых потенциальных покупателей или по признаку того каким сегментом они могут стать из какого трафика они пришли LTV это составная формула мы уже говорили о том что мы разбиваем LTV продукты или компаний по разным сегментам потому что она будет разной для разных групп потребителей у нас есть сегмент 1 сегмент 2 сегмент 3 или какой-то другой сегмент и очень важно lifetime value смотреть именно в сплите понимая где произошли изменения понимая насколько нужно дополнительно вкладывать в рекламу и маркетинговые активности в каждом конкретном сегменте без сегментации это будет работать как у Игоря Мана когда мы просто говорим как о здорово у нас есть много людей у нас есть много потенциальных денег но на самом деле мы не сможем принять оперативные тактические решения по тому как меняться насколько детализироваться всегда такой встает вопрос ну мы понимаем что нам нужно работать эффективно если мы видим что на каком-то конкретном детализации на 3-4 итерации это уже не соизмеримо много сил тратится то нужно остановиться но как минимум один или два типа сегментации произвести нужно то есть один это идет по какому-то сегменту второй по какой-то когорте допустим у нас есть когорта который мы назовем новые частые потребители или свои те кто уже часто пользуется нашим продуктом здесь мы видим с вами низкий ценовой сегмент люди которые нам приносят условно по 10 рублей прибыльности люди которые приносят по 20 рублей прибыльности и высокий ценовой сегмент допустим по 50 рублей прибыльности то есть и здесь LTV для каждого сегмента будет свой то есть здесь у нас уже рождается 9 LTV либо мы можем попробовать сделать это именно по когорт на 3 именно сделать по сегменту употребления тоже 3 но на самом деле для детализированного подхода и понимания нужно их делать хотя бы 3 на 3 такая стандартная простая матрица и здесь у нас будет 9 различных LTV для продуктов компании и отслеживать нужно их именно так вместе но зная состав каждой когорты зная показатели каждой конкретной когорты давайте посмотрим на примере доли выручки по сегментам то есть если у нас есть новые наши потребители они нам приносят там порядка 9% выручки и мы здесь видим что не так много их есть там в низком ценовом сегменте мы начинаем оценивать именно их поведение lifetime value здесь понятное дело что lifetime value человека здесь потенциально самое большое потому что он будет с нами дольше в этом ценовом сегменте он принесет нам выручки больше здесь меньше но в зависимости от бизнеса может быть и нужно чтобы здесь был какой-то здоровый паритет и были люди которые приносят нам не так много маржинальности но они генерят нам популярность делают сарафанное радио поэтому оценивать их тоже нужно и оценивать нужно их по сегментам также когда вы для себя раскроете эту сегментацию вы поймете какой уровень миграции вы хотите настроить чтобы частые становились своими внутри одного ценового сегмента что вы хотите например именно внутри своих тех кто часто пользуется вашим продуктом развивать потребление и вы хотите именно там переводить человека от низкого спроса к среднему и высокому то есть это может быть любая карта миграции которую вы себе нарисуете но что главное lifetime value важно делить по сегментам или когортам по разным деталям по той кастомизированной сегментации которую вы себе придумаете сделайте и примите в компании и только тогда потом собирать ее в целом отслеживать нужно каждый отдельный lifetime value и принимать решение исходя из того какие результаты будут в каждой конкретной когорте почему важна эта сегментация давайте с вами подумаем почему нельзя жить так как жить раньше и усреднять все по больнице мы посмотрим с вами на примере двух групп потребления один из них будет группа Петя вторая группа Вася так есть замечательный Петя он закупает продукты раз в месяц после зарплаты а второй это Вася он закупает продукты раз в неделю и на выходных ну вот у Пети видимо есть там большая машина большой холодильник он может закупать в гипермаркете в нашем продукте раз в месяц итак посмотрим как это происходит по покупкам в магазине да у нас даже есть это онлайн магазин онлайн магазин продуктов то есть Петя он приходит и раз в месяц получает зарплату тратит 100 рублей а Вася он каждую неделю тратит по 25 по факту они нам в месяц приносят по 100 рублей но здесь совершенно разная механика потребления совершенно разное потребление идет у людей LTV для нас равны на этом горизонте месяца двух месяцев но абсолютно разное потребительское поведение должно нас натолкнуть на абсолютно разные механики мы не можем усреднять их ведь если бы мы их усредняли по среднему чеку то есть Петя берет на 100 Вася берет на 25 итогово 125 соответственно средний чек у них там чуть больше 60 соответственно именно здесь мы должны сфокусировать свои какие-то активности и допустим давать скидку за чек в 75 рублей мы говорим что о здорово мы сложили этих ребят вместе все эти две группы и теперь чтобы инкрементально прирасти средний у нас именно 60 с чем-то инкрементально прирасти мы хотим давать скидку на покупку от 75 рублей но по факту Вася это будет не нужно он этим даже не будет пользоваться а Петя Петя и так берет на 100 рублей и все ваше предложение оно уйдет к вам в минус это зря потрачены деньги потому что Вася это не нужно а Петя порадуется здорово но это деньги выброшенные на ветер потому что Петя и так купил бы на 100 рублей поэтому очень важно не усреднять сильно разные потребительские сегменты которые различаются и по потребительскому поведению и по среднему чеку потому что в персонализированных промо и сила того lifetime value и сила тех данных которые у нас есть которыми мы обладаем поэтому конкретно для группы с Петей конкретно Пете мы можем предложить скидку 10% при общей стоимости покупки на 120 рублей мы ему говорим о том что мы ему компенсируем 12 рублей по факту 8 инкрементально мы растем к примеру и таргетируем Васю на покупки например на 30 рублей таким образом мы попадаем прям в цель таким образом наши скидка и затраты не становятся какими-то пустыми и ненужными поэтому очень важно делить сегментировать очень важно lifetime value разбивать на сегменты и когорты тогда вы будете попадать точнее тогда ваши деньги будут приносить вам больший возврат и так что иногда еще получается давайте посмотрим в перспективе вот у нас что-то случилось у нас стал отсутствовать какой-либо продукт и у нас не стало Пети и Вася стал покупать меньше что-то случилось на этой первой неделе вряд ли случилось так что Петя не получил зарплату или перестал есть или переключился в другой магазин потому что мы видим что и у Васи изменилось поведение у него изменился средний чек посмотрим дальше как оказалось мы выяснили что у нас есть out of stock или отсутствие товара отсутствие молока который продавался по 5 рублей и который Петя и Вася покупали и если Вася видимо молоко стал в другой в другом магазине покупать то Петя в принципе ушел от нас из-за этого молока мы начинаем дальше копать глубже в сегменты и понимаем что те 5 рублей для Васи по сути всего лишь 20% в его чеке составляло молоко и да возможно он где-то докупает его дальше в магазине для Пети уже важность молока была выше и это не просто 30% а видимо для него это был какой-то трафиковый продукт что из-за этого молока он ушел от нас все важно еще посмотреть и структуру потребления пропал продукт, пропал и Петя но самое главное мы потеряли стабильный денежный поток если Вася нам генерит каждую неделю поток то здесь пока мы не увидели этот минус мы не почувствовали его у себя и здесь с сегментом Пети очень важно работать таким образом чтобы мы знали что за трафиковый продукт его привлекает чтобы не получить себе огромную дыру выручки и что происходило бы если бы мы делали LTV прогноз в начале то есть на первой неделе сентября у нас был бы он одинаковый и если бы мы делали прогноз в конце октября у нас он тоже был бы одинаковый но по факту по факту этот lifetime value разный и для Пети и для Васи для Пети LTV есть с огромным риском по удержанию что если у нас не будет какого-то молока а например эти out of stock случаются раз в полгода то раз в полгода мы можем одну покупку Пети пропустить то есть очень важно lifetime value измерять постоянно и понимать для каждого конкретного сегмента как он строится именно внутри этих частей то есть что влияет на удержание что случилось дальше ура у нас появилось молоко мы видим на четвертой неделе восстановилось потребление и у Васи молоко вернулось к нам спустя 3 недели и вернулся к нам Петя но на самом деле Петя вернулся но осадочек то остался потому что LTV снова равен но мы знаем что Вася более лоялен к нам как к магазину а Петя больше лоялен к продукту который у нас находится соответственно для Пети мы можем делать скидку на персонализированную скидку именно на это молоко если для него оно так важно и посмотреть как развивать Васю то есть мы теперь поняли что очень важно для Васи молоко и для Пети но что сделать чтобы развивать этого клиента здесь мы понимаем опять что может быть что-то вообще не сработает а нужно персонализированное и так мы понимаем для себя что механика 3 плюс 1 по молоку она нужна будет и интересна нам с точки зрения развития Васи то есть Вася будет тратить больше а с точки зрения Пети нам важна механика 7 плюс 1 то есть мы можем ему транслировать информацию в чеке о том что Петя купи 7 молока и это будет уже не 30 рублей или не 30 процентов а 35 мы получим анкрементальный рост и 1 мы дадим тебе в подарок но мы начинаем развивать Петю как клиента зная что для него это трафиковый продукт и самое главное между ними мы можем построить какую-то общую цепочку то есть здесь у нас механика кратна 4 то есть если мы для них обоих запустим механику 3 плюс 1 то для Пети это будет мало и он возьмет вторую пачку для Васи это будет много это будут инкрементальные продажи мы можем например делать такую механику 3 плюс 1 для всех либо выбирать именно механику под развитие Пети здесь у вас уже начинает быть выбор вы начинаете сравнивать сегменты здесь для Пети одно, для Васи другое можно ли объединить эти механики в какую-то одну и транслировать их для всех или нет но главное что важно понимать на начальном этапе Вам важно отсегментировать пользователей в разные группы, когорты смотреть по ним LTV отдельно и только после этого суммировать только таким образом Вы сможете привести в порядок и влиять на Вашу прибыль только так Вы сможете привести в порядок Ваши маркетинговые активности и говорить о том, что хорошо, что нет и обязательно мониторить их на каких-то равных промежутках времени чтобы понимать, что не работает что можно отключать и прекращать чтобы не тратить деньги и так есть один из примеров по перекрестку у перекрестка сейчас есть фокус на средний чек перекресток напоминаю это ритейлер который играет в среднем ценовом сегменте или даже более высоком он входит в группу X5 и очень высокое знание о нем есть по России у него низкий коэффициент масштабирования везде, где он мог быть условно он и так уже есть что же делать ему? о нем все знают масштабироваться с точки зрения открытия они не хотят и не могут что ему нужно делать? это персонализированное развитие среднего чека баллы в чеке с условиями они выбирают для себя перекресток они идут в развитие через как раз таки те баллы дополнительные которые привлекают людей на чистоту совершения покупки так они работают над удержанием и над повышением среднего чека баллы у них механика как работает то есть ты купил тебе необходимо в течение недели купить продуктов на тысячу рублей тогда ты получишь тысячу баллов тысяча баллов это по сути 100 рублей то есть перекресток тебе говорит закупи еще раз в течение недели и мы тебе гарантированно на все даем 10% скидку то есть здесь они готовы отдавать свои 10% за то чтобы ты не просто пришел на следующей неделе но и получил баллы на которые ты потратишь их в следующий раз то есть так они увеличивают твое удержание и по сути они платят нам за удержание также они работают над средним чеком работают по модели лесенки мы сейчас с вами это посмотрим итак что значит для нас работают удержание в наших кипях которые мы видели это orders или количество регулярность покупок в месяц здесь они таргетируя нас на покупку раз в неделю хотят сохранить для себя определенную частоту повышая средний чек или AOV как мы уже видели они таки развивают как раз нас количество и частота покупок то есть минимум 1 покупка в неделю 4 раза в месяц за это готов платить перекресток нам баллами то есть понятно что для них это и есть целевая модель удержания целевая регулярность в рамках lifetime value людей которые к ним приходят как они повышают средний чек то есть для них важны люди со средним чеком выше 1000 рублей и они начинают тебя развивать именно в эту сторону если ты купил на 800 рублей они тебе дают чек и в чеке транслируется скидка что купи через неделю или в течение недели на 1000 рублей ты покупал это на 800 теперь на 1000 купи на 1000 рублей получишь 1000 баллов в следующий раз ты к ним начинаешь приходить и покупаешь на 1200 тебе дают купон на скидку купи на 1500 то есть таким образом они начинают развивать твой средний чек если раньше ты покупал раз в неделю по 800 рублей ты теперь начинаешь по 1000 по полторы по две и дальше они удерживают тебя именно на 2000 а может быть и дальше лестница тоже пойдет то есть здесь они работают и над тем и над другим так они работают над своим lifetime value с одной стороны удерживают клиента и частоту его покупок а с другой стороны они начинают растить его это очень хороший пример того как lifetime value работает внутри сегмента именно ритейла внутри цикличного сегмента итак давайте посмотрим на примере lifetime value в онлайн сегменте допустим это будет игровая индустрия игра на смартфон там в этом игровом сегменте у нас есть высокая конкуренция средний возраст игроков 17-40 лет средний период пользования 1 год вот это для нас сейчас важно потому что у нас пример будет подстроен на lifetime 1 год человек условно за игру проходит игру проходит за год и дальше она ему надоедает и механик у него есть только по внутренним покупкам с точки зрения монетизации то есть вот наша формула количество заказов умножено на количество на среднюю стоимость на средний коэффициент прибыльности и среднее время жизни с клиентом так как клиент у нас будет сейчас один по факту на нем будет пример поэтому все коэффициенты будут перемножаться на 1 и у нас знаменателя не останется но в жизни оно конечно не так просто это для примера у нас с вами если мы посмотрим что есть человек он тратит в игре 250 часов за год у него пик приходится на 5-6-7 месяц у него есть количество покупок которые он совершает 22 покупки в год у него есть стоимость покупок в среднем это какие-то покупки на 10 рублей выручка на одного игрока в месяц у нас также колеблется из-за количества покупок и она за год у нас будет аж 220 рублей и затраты на промо и привлечения мы понимаем что в начале мы на него начинаем тратить много это могут быть у нас и реклама и какие-то промо предложения купи мы видим что период активности у игроков начинается на 6 и 9 месяц видимо у нас задания внутри игры на каждый третий месяц становятся очень сложными для того чтобы их пройти нужно что-то докупать и здесь мы начинаем продвигать свои промо предложения именно в этот период когда они нужны нашему игроку и нужны нашему потребителю начинаем туда вкладывать и видим что мы растим как раз таки его выручку она взлетает с 20 до 30 там на 5-6 месяц затраты на промо и привлечения у нас будут порядка 60 рублей и наш contribution margin будет равен 73 процентам то есть где-то мы делимся маржой где-то мы не делимся этой маржой то есть это простое перемножение затрат от выручки на игрока что у нас получается в итоге количество покупок 22 то есть мы смотрим lifetime value на год у нас есть год в который играет человек и так у нас за год он совершил 22 покупки со средней стоимостью в 10 рублей средней маржинальности в 73 если коэффициент мы говорим то будет 0.73 или процент то 73 процента и lifetime value у нас будет 1 год поэтому мы тоже здесь умножаем на год по факту у нас получается что стоимость одного клиента который есть у нас в игре 160 рублей 160 рублей он нам принесет именно в прибыли поэтому затраты которые могут быть на него в начале или на удержание мы там имеем некий гэп у нас contribution margin 73 процента то есть здесь мы можем либо наоборот усиливать и увеличивать количество этих игроков тогда увеличится общая наша выручка но в среднем наш бенчмарк видите вот такой то есть к нам приходит человек и за время игры за весь год он приносит нам 160 рублей 160 рублей его lifetime value еще проще можно посмотреть если у нас действительно какой-то простой случай простой бизнес то мы можем конечно просто затраты которые есть переменной вычесть из выручки те же самые 160 рублей получится но если мы уже весь год видим и знаем но если мы начинаем смотреть в какой-то конкретный промежуток времени после третьего месяца шестого седьмого так просто вычитать может и не получится нам нужно смотреть на перспективу как с этим работать дальше но в целом достаточно такая простая формула она усложняется именно тогда когда вы начинаете ее кастомизировать под себя под группы клиентов если вы работаете с одним клиентом на каком-то годе то конечно это формулу можно упростить до той которая использовалась например раньше еще в 90-х или нулевых но сейчас с развитием промо-механизмов с развитием сегментов и когорт мы уже не можем так просто брать и говорить о том что это простая формула самое главное важно понимать что эта формула она гибкая как пластилин вы с ней можете делать все что угодно играть разбивать по сегментам все что угодно в рамках той формулы которая есть разбивать по сегментам считать отдельно и приходить к выводам стоит ли делать какие-то кросс промо между вашими сегментами кросс рекламу или куда например идти в какой трафик какой трафик вам генерит наибольшее количество высоко маржинальных для вас потребителей и в завершении активно пользуемся чатом и самое главное практикуемся learning by doing ведь запомнить мы можем только тогда когда мы этим сами пользуемся и в рамках практикуемся вы можете делать это сами со своим продуктом и у вас также будет еще практическая работа поэтому скоро увидимся с новым кипяем до скорого то есть и в принципе у вас есть сделать